Все, поставила на запись. Завтра мы сразу же хочется сказать, что улетаем в Беларусь. Послезавтра будем в Беларуси 5 дней в городе Минске. Очень много людей спохватились, решили приехать, доехать до нас. Очень приятно, что в последний момент девчонки, мальчишки собираются к нам. И, конечно же, все вы знаете, что мы будем в Казани на форуме 4 числа. Да, дочка скучает, но я ей максимально уделяю времени. Она практически все со мной, все созвоны со мной находятся. Даже Лена не даст соврать, всегда все созвоны она со мной. Поэтому крутится-вертится около меня круглосуточно. Итак, у нас с вами сегодня именно итоги Кононовых. И именно мы с вами будем разыгрываться. Да, умничка такая. Уже знает, где у мамы даже конфеты лежат. Вот первый конкурс мы с вами, конечно же, разыграем. Это выплаты лидеров от 3%. То есть сейчас я уже ставлю редактировать альбом и отключаю комментарии. Фотографии могут добавлять только редакторы. Да, то есть и нажимаю сохранить изменения. То есть вот с этого мига, так как у нас с вами пойдет розыгрыш, я уже все это закрыла прям при вас только что. Все это было открыто до сегодняшнего момента. 102 человека выложили свой скриншот выплат. Итак, давайте мы с вами сейчас я скину плейлист. Потом, значит, у нас с вами изюминка 4. Она затянулась на 2 каталога. Поэтому мы сегодня с вами разыграем 10 тысяч рублей вместо 5, так как мы один каталог розыгрыш пропустили. И, конечно же, мой рост. Участников мало. Расскажите, почему так мало участников в моем росте? Никто прям ни с 3 на 6% не вышел, ни с 6 на 9 не вышел, ни с 9 на 12. Все прям такие, никто у нас не растет. Ну-ка, признавайтесь, почему не было, мало было видео по конкурсу «Мой рост». В чем дело, в чем суть? Признавайтесь, 50 человек на вебинаре. Хочу 50 комментариев. Забыли, да? Не успела. Так, что еще? Что еще? Кто еще что напишет? Может, кто-то не знал про этот конкурс? Не успела, Марина. Да, Марина у нас вообще вот по итогам 11-го периода 19% открыла, по итогам 15-го каталога директора открыла. Я вижу, что у Марины хороший прирост, но ролика на конкурс «Мой рост» нет. Так, кто не знал, знайте. Кто не знал, знайте. Я сегодня еще раз объявлю об этом конкурсе. Мы его пока оставим, потому что в следующем каталоге буду. Теперь будем сразу готовить. Да, то есть, да, молодцы, молодцы. Вот. Так, сниму обязательно, Леночка. Да, у тебя каждый каталог прирост. Причем, неважно, две недели каталог или три недели, все равно прирост. Ты вообще суперлидер. Да, ты должна каждый конкурс у меня выигрывать. И делаешь 100 баллов. Наверное, ты забираешь какие-то подарки. Наверное, на изюминку тебя тоже можно брать. Да, потому что у ВИПов очень много привилегий, а Лена более чем ВИП-18. Вот. Ну что ж, конечно, когда я проездила в Доминикану, когда я проездила в форум, сначала мини-ассамблея, я, вы знаете, не ожидала, конечно же, хорошего прироста, потому что такое чувство, ну, меня нет, и как будто бы мир остановился, да, но не тут-то было. Вы меня покорили своей целеустремленностью, вы меня очень удивили. Очень удивили меня директора Ирина Менчикова, потому что все стали плечом к плечу, и наше отсутствие вообще было незаметно. Незаметно. Кто следил за нашими соцсетями, видели, что я выкладывала какие-то фотографии из Доминиканы, с ассамблеи и так далее, да, видео выкладывала, как нас награждали, но особых таких вот, знаете, крутых вопросов не было. Директора работали в повышенном режиме в чатах, отвечали на все вопросы, вели вебинары, эти вебинары все добавлялись в плейлист, да, то есть на вебинары шли своевременные приглашения, и такое чувство, что нас уже нет. А это значит, что мы вышли с Антоном на тот уровень, когда уже можно идти на пассив, как вы заметили. Вы заметили это, да, то, что меньше, чем за три года работы, у нас очень слаженная система роста получилась в итоге, да. У нас с вами, да, молодцы, девчонки огромные, молодцы, друг другу в чате помогаете, да, вот иногда пока пишешь ответ, смотришь, уже другой ответил, да, и свой ответ стираешь. И это круто, это круто, это дорого вас стоит, такая взаимовыручка между вами, что я прям, я прям в восторге. Вы огромные, молодцы, да, вы огромные, Машенька, молодец, я видела, что ты помогаешь новичкам в чате, да, то есть просто то количество людей, которое нас заменило, когда мы отсутствовали, просто не пересчитать. И я поняла, что мы с вами не просто там друзья, не просто бизнес-партнеры, мы с вами уже как одна семья, где один за всех, все за одного, и не важно, кто из какой структуры, не важно, кто из какой страны, мы просто вместе. И вы знаете, вот именно слово вместе, да, вот и есть вот тот самый рост, когда расти становится легко, зная, что не вы своим новичкам, так кто-то в чате им поможет, кто-то в чате им ответит на вопрос. И, конечно, в первую очередь, низкий-низкий поклон всем, кто друг другу помогал во время наших поездок, и я вижу, какие вы дружные, и это для меня, вот вы знаете, самый, наверное, главный подарок, да, то есть мне все время спрашивают, Аня, что бы ты хотела в подарок на день рождения, да, во время отъезда у меня был день рождения, 2 октября. Вот, и вы знаете, я говорю, мне моя команда сделала огромный подарок, и я поняла, какие они дружные, сплоченные, и вот это, говорю, самое-самое лучшее, что может быть, вот лично для меня, вот, да, как для лидера структуры, это, я не знаю, это самое невероятное такое чувство, когда мы понимаем, что мы с вами как три мушкетёра, только нас намного больше, и мы с вами из разных стран. Да, по-другому быть не может, но я всё равно это очень ценю, я это вижу, я удивлялась, и я прям, вот, знаете, прям в восторге, в восторге, в восторге. Какие вы все умницы, какие вы все молодцы, какие вы все прям отличные, замечательные, крутые, классные, прям вот поздравляю всех, потому что, если вы понимаете самое главное, что только вместе мы силы, значит, все пойдут далеко, да, все пойдут далеко. Итак, итоги, конечно же, по каталогу номер 15 были просто невероятные. Я вижу, что сезон в самом разгаре, когда в сезон открывается много званий, летом звание открывается поменьше, но идёт череда премий, да, череда премий за подтверждённые статусы, за директорские, за серебряные, за рубиновые и так далее, да. Смотрим, да, товарооборот у нас с вами по итогу 15-го периода составила 251 тысячу баллов. Структура Кононовых делает больше, капельку-капельку, чуть-чуть побольше, чем весь товарооборот интернет-проектов и Берлик Онлайн. Вас это не впечатлило? Меня впечатлила эта сумма, и я поняла, что, ну, круто, круто, дорогие коллеги, это очень круто. Да, мы с вами делаем чуть-чуть больше, чем половину всего проекта, да. Далее, прирост за каталог у нас с вами, так, я тут не донесла, да, сейчас минуточку. Здоровенный прирост в 68 тысяч баллов, это просто что-то с чем-то невероятное. У нас с вами таких приростов ещё не было, да. И по отношению к 13-му каталогу, вот я вижу, да, та планёрочка включилась. Короче, загрузила две, нашла правильную, да, 37 тысяч баллов. То есть наш с вами рост. Почему я так говорю? Потому что двухнедельный каталог не все отрабатывают качественно своих лидеров, и не у всех бывает прирост. Многие падают, да. Вот такие, как Елена Лебедева, они растут, и я горжусь такими лидерами в своей структуре. Но есть и директора, или лидеры, которые говорят, ой, двухнедельный каталог завтра начнётся, будет падение, ну что ж, переждём как-нибудь, да, и в принципе ничего не делают. Конечно, у таких лидеров очень много людей, которые слетают со стартовой программы, потому что они не осведомлены, что каталог на неделю раньше заканчивается, и многие просто не успевают сделать заказ, если бы они знали, они бы не слетели со стартовой программы, да. То есть у многих слетает Фаберлик-клуб у таких лидеров, да, лидеры не оповещают своих людей. В итоге что получается? Получается недоверие компании Фаберлик, и у таких лидеров, которые несвоевременно отрабатывают свою структуру, может и в третий каталог быть, на третий и на четвёртый каталог быть сильное падение, потому что люди вместо того, чтобы подстёгиваться энтузиазмом, что тут дарят подарки и делиться своими классными впечатлениями, наоборот, начинают делиться вглубь негативом, что у меня сгорели подарки, они мне их не отдают, да, и так далее, и так далее. Но мы с вами сейчас должны понимать, что именно от лидера зависит рост, именно от того, все ли он письма рассылает, именно от того, получают ли его люди обзвоны, да, все вы знаете, что мы обзваниваем структуру, вот. И тут, конечно, самое важное понимать, что нужно отработать всех, у кого горит программа Faberlic Club, да, она у нас есть, и прям есть цифры, да, в распечатках есть цифры, у кого сколько может сгореть баллов, да. Если лидер сделал оплаченный заказ, он из этой распечатки пропадает, что очень-очень удобно. Вы можете отрабатывать только тех, у кого на самом деле горят баллы, вот. И обязательно отрабатывайте тех, у кого есть шаги по стартовой программе, да, особенно пробный и первый шаг, потому что многие не знают, что они могут лишиться полгода подарков, многие не знают, что каталог длится две недели, да, то есть и должны понимать, да, есть директора, которые отрабатывают свою структуру, говорят, что каталог всего две недели, вам нужно успеть забрать этот подарок, чтобы Фаберлик-клуб не сгорел, там заказы должны быть оплачены до конца, да, то есть обычное простое оповещение, когда мы кидаем по структуре, это уже своего рода забота, и забота в первую очередь о зарплате своих лидеров, о своей зарплате, так ведь? Вот, и очень интересный был факт, что однажды у нас девчонка, ей не хватало 300 баллов до статуса старшего директора, и это как раз был двухнедельный период, по итогам прошлого периода она была 3600 баллов, а тут ей прям не хватало уже 300 баллов до старшего директора, то есть до 5000 баллов, что мы с ней сделали? Мы с ней разослали все письма, красненьким, желтеньким, да, красненькие это идут люди на терминацию в распечатке по личной группе, желтеньким мы разослали по возвращению в бизнес, потом компания Фаберлик нам помогла денежными призами, и мы всем раскидали подарки по деньгам, да, потом, значит, была акция 1 плюс 1 равно 3, то есть она звонила вот эти 3 дня, она просидела на телефоне, ну, вы должны сами понимать, сколько получает простой директор, да, за 3000 баллов, и сколько получает старший директор за 5000 баллов, и она сказала, что она получила на 15 тысяч больше, то есть у нее зарплата уже пришла где-то 45 тысяч вместо 30, и она сказала, что мне очень нравится, мне очень нравится, я, говорит, всего лишь поработала серьезно 3 дня, отработала свою структуру по-хорошему, позвонила кому нужно, и прям за это 15 тысяч, и, знаете, она еще очень долго смелась и говорила, а где бы я за 3 дня еще заработала 15 тысяч, как мне в компании Фаберлик, да, и вот, ага, спасибо большое, да, и где бы я, говорит, заработала еще, вот, и вы знаете, я так поняла, что она права, и взглядом директора я сейчас вам переношу вот это вот все, да, рассказываю ее впечатления, жаль, что ее нету на вебинаре, да, то есть, не знаю, могу, не могу я сказать ее имя, если разрешит, я на следующей племерке объявлю, но вот эта девушка, она сделала невероятные, да, в двухнедельный каталог кто-то падал, а она открыла статус старшего директора, да, и вы должны сейчас понимать, что все зависит от нас, и ваши выплаты, конечно же, зависят от вас, и самое, что интересно, выплаты ваших лидеров тоже зависят от вас, потому что не все лидеры на 3-6% могут распечатать, распечатку и разослать письма, что положен подарок и как его забрать, да, как мы с вами составляем письма, письма составляются проектом, проектом, и вы можете брать готовое письмо, и в этом письме уже снят ролик, что за подарок положен, какой это подарок, да, что очень круто, и, конечно же, как этот подарок забрать, то есть мы полностью результат положительный, да, Оксана, обязательно положительный, знаете, почему? Потому что я вот уже третий год, нет, там меня заблокировали, на другую рассылку перешла, вот последний год, да, и я вот люди, которые уже там или в спам отправили, или отписались от рассылки, они уже писем не получают, когда же вы, как люди ниже статуса, почта, у которых еще не, как сказать-то, не отписано от многих, начинаете рассылать письма, ваши люди эти письма открывают, вот кто-то говорит, знаете, ой, зачем структуру заваливать письмами, если шлет директор, а на самом деле получается, что человек давным-давно отписался, и вдруг он получит письмо от вас, от вас-то он еще не отписан, и заберет подарок, и ему хорошо, и вам баллы, так ведь, вот, и это тоже нужно понимать сейчас, почему мы учим уже с 6, с 9, с 12 процентов заботиться о своей структуре, особенно в двухнедельный каталог, чтобы по вашей структуре в глубину минус не пошел, потому что вот та девушка, которая слетела с подарков, да, которую я говорила в начале, она разослала в структуру в глубь, что компания Фаберлик всех обман, и в этой подарков вы не получите, вам это надо? Лучше распечатайте распечатку за 3 минуты, скопируйте почты за 2 секунды, да, и разошлите в эти письма, и все у вас будет хорошо, вот, и у вас не будут негатива, и, конечно же, никаких негативных последствий на несколько каталогов вперед, вот это очень важно понимать, когда лидеру говоришь, я тебе выслала, я тебя оповестила, а то, что ты не читаешь почту, это уже извини меня, ну что я могу сделать, если ты почту не прочитала, это одно, лидер понимает, что он, да, ну, человек, слетевший с подарков, он понимает, что он сам виноват, да, а когда тишина-тишина, все вокруг молчат, ему хочется идти в подарки, он начинает возмущаться, он начинает кричать, писать в обратную связь, и так далее, и так далее, скажите, пожалуйста, есть ли у вас вопросы по этой теме, потому что, видите, завтра мы уже улетаем, и прилетим за 2 дня до окончания каталога, мне бы очень хотелось, чтобы вы отличнейше подтвердились, нету, да, вопросов, вот это очень важно, сейчас 2-х недельный каталог всех-всех оповестить, чтобы, ну, хотя бы у 63 присутствующих на данной планерке не было негатива по структуре, хотя бы так, да, нужно прикладывать все усилия, на самом деле, ну, все, умнички, да, ну, конечно же, что такое 37 тысяч баллов, да, вот посчитайте, уровень директора это сколько? Это 3 тысячи баллов, а прирост 37 тысяч, это просто невероятные цифры, которые бывают только в сезон, только с осени по апрель примерно, да, вот, в апреле уже начинают идти премии, но рост немножко уменьшается, то есть сейчас самое время рекрутировать и увеличивать свою структуру различными способами, да, то есть мы с вами работаем брендом, спамом, и как попало, да, кто, как, да, опять-таки, кто, как решает за себя сам работать, да, то есть я рекомендую вам, конечно же, при регистрации сразу же пройти мой курс от А до Я, пусть там 15 вебинаров, практически на 10 часов, вебинары идут по 40, по 30, по 50 минут, да, но, опять-таки, если вы стартанете по моей системе, то, скорее всего, вы тоже через 3 года будете старшими международными директорами с 21 веточкой первой линии директорской, да, вот, все прошло очень круто, обязательно не только работайте вручную, не только работайте методом сообщениями через соцсети, но еще и постите красивые посты, заводите брендовые странички, заводите группы, поздравляйте там своих людей, заводите каналы YouTube, и под каждый видеоролик, который вам выдал проект, который вы снимете сами, ставьте ссылочку на свою регистрацию, на свой лендинг, чтобы эти ролики были только ваши, и это очень важно, завести свой бренд в самом начале вашего пути, когда вас, ваша команда будет поздравлять, когда вас, это просто легко, понимаете, когда вы, или вы сразу начинаете, да, месяцами сидеть и создавать этот бренд резко, да, или вы будете постепенно, потихоньку, с 3% начинать в своих группах раскручивать, поздравлять своих VIP, поздравлять своих, да, людей, которые прошли первый шаг стартовой программы, получили такой подарок, да, то есть вот это все потихоньку, потихоньку, когда вы начнете развивать, да, лидеры к вам будут идти, будут идти на позитив, на то, что у вас есть результат, на то, что вы хороший, внимательный лидер, да, есть в обучении на нашем лендинге, ну, давайте я дам сейчас отдельный курс, отдельно курс, да, ссылочку добавляйте в закладки, да, может быть кому-то неудобно, сейчас у нас с вами планерочка в свободной форме, поэтому, ага, вот Наташа вижу, скинула, спасибо, Наташа, огромное, вы знаете, вот эти мои знания, я рассказала полностью всю правду, но я вам не рассказала одного, что в начале своего старта я вела вебинары через день по полтора часа, может быть этого там нету, но я на самом деле не жалею, что я потратила полгода для своего роста, чтобы сейчас жить так, как мне хочется и жить свободно, да, то есть вот смотрите, сегодня, допустим, да, произошло недоразумение, и я опоздала, грубо говоря, на планерку на полчаса, потому что ждала всех, кто соберется, потому что все собрались в неизведанной комнате, которой у меня уже нету, да, что получается, да, под видео ссылку вставить на свой блог, это очень просто, вот, что, или на свой лендинг, который вам интернет-проект, да, Фаберлик онлайн выдал, вот, получается, что я очень много вела планерок, я очень много знакомилась, я очень много созванивалась, и первые полгода я не скрою, что у меня не было выходных, я не бегала там по парикмахерским, да, еще что-то, я там очень часто пропускала готовку еды, у меня миленький муж сам варил пельмени, сам их ел, да, то есть я не отрицаю, что я стала не идеальной хозяйкой, и у нас были стычки по этому поводу в семье, да, но, сами понимаете, да, как вы знаете из моей истории успеха, может быть, кто-то знает, кто-то нет, но, вот так вот волосы назад, когда я поработала всего лишь 4 месяца, я через 4 месяца открыла ИП, и начала зарабатывать уже свои первые 30 тысяч каждые 3 недели, оно того стоит, если вы делаете правильные шаги, да, это не смертельно, и вы знаете, Антошка у меня нисколько не похудел, так, всем, ну, так, привет, Костенька, я уже по тебе соскучилась, вот Костя недавно уже делал открытки, картинки своим 3% лидером, своим первым-первым звездочком, молодец, Костя, да, вот Ирина вам может помочь, я сейчас уезжаю, да, Ириночка может вам помочь, да, ну что ж, смотрим далее, у нас с вами 2 новых директорских заявки в этом каталоге, да, у нас с вами 2 звезды открылось уже, да, ну, что такое директор, да, директор это когда хорошо зарабатываете вы, но под вами люди еще не очень-то хорошо зарабатывают, так ведь? Сколько зарабатывают директора, Мариночка Банман, а ты открыла директора, напиши свою зарплату, сколько твоя зарплата, вот, и конечно же люди, которые под вами тоже хотят зарплату, И если вы хотите иметь надежную структуру на года вперед, вот Света Спасина, я знаю, что директора тоже, да, надежную структуру на года вперед вам нужно сделать так, чтобы ваши лидеры так же, как и вы, хорошо зарабатывали, чтобы им нравилась зарплата, чтобы им нравилось работать без начальника, понедельника, будильника и хорошо при этом зарабатывать, да. Вот видите, 33 тысячи каждые 3 недели, да, это 19 раз в год, да, 33, да, мы умножаем сейчас на 19 каталогов, делим на 12 месяцев, у нас с вами получается 50 тысяч в месяц вот Марина сейчас зарабатывает. Скажите, это хорошо для дома, это хорошо для начала? Круто, я считаю, что это круто сидеть дома, зарабатывать такие деньги. Марина, да, может быть и сидит дома, но она сидит и тыкает кнопочки, так ведь? Вот, поэтому, вот у меня есть дочка в структуре, все вы знаете, что она вела свои первые поздравлялки, ужасно волновалась, что попала, говорила, но в целом неплохо, да, ребёнку моему 16 лет, 6 ноября ей будет 17 лет, и ей не хватило 60 баллов уже до старшего директора. Вы представляете, в 20 лет моя Катерина может позволить себе купить свою квартиру, свою машину, и это вот моя гордость, мой ребёнок, моя гордость, понимаете? И это здорово, это здорово, когда вот она делает, пусть первые, пусть неумелые шаги, пусть под моим контролем, да, но она их делает, да. Если хотите, я вам сейчас могу даже через демонстрацию экрана показать Катюшкин кабинет, да, сколько она заработала и так далее, и так далее. Ставьте плюсики, обязательно поставлю, покажу вам. Вот, только у нас там минус 1000 баллов висит из-за того, что аппарата Деноса не было на складе. Вы представляете, 1000 баллов минусом. Да, это вообще, конечно, было круто. Да, далее, значит, процент активности НК у нас с вами составил 25,65, это уже твёрдо каждый четвёртый делает заказ. Сейчас я захожу под Катюшей и включу вам демонстрацию экрана, вижу, плюсики полетели. Очень, конечно, здорово. Так, всем ли видно демонстрацию экрана? Так, да, всё, я под Шишкиной Катей. Сейчас я вам покажу. А, минусовки в ЛО, это возвраты или недовложения, вам за них возвращают денежки, а минус по баллам не делают в этот же период, чтобы, не дай бог, там с 50 баллов не слетели, или с ВИПа, чтобы не слетели, да. Так, девочки, видно ли вам тоннель из Ани? Видно, да, но всё, главное, что кто-то видит, значит, у всех. У кого не видно F5, и нажимайте, да, то есть мы сейчас, сейчас я прибавлю, так, Ctrl+, нажму, да, чтобы было видно, да. И, как вы видите, вот у Катерины доступно 27 тысяч рублей, да. То есть давайте зайдём в раздел «Мой счёт» и сейчас посмотрим. Да, то есть это нам вернули за аппарат Денос, бонусы и скидки Катерина получила, денежный подарок по акции «Твоё активное лето», и объёмная скидка у неё уже 94 тысячи в русских рублях накопилось, в долларах 23, молдавский лей 203, казахстанская тенге 66 тысяч, а Украина 200 гривен и Беларусь, вот у Катюшки недавно появилась Беларусь структура, это 3,5 белорусских рублей, 3 рубля 50 копеек, да, получается. И давайте с вами посмотрим в разделе «Отчёты» и «Лицевой счёт консультанта». Так, «Лицевой счёт консультанта» и увидим, сколько вот Катерина потихоньку-потихоньку зарабатывает, зарабатывает, копит, она ИП не открывает, зачем ей ИП с такой мамой, да. Вот смотрите, да, видите, у неё уже 4 каталога подряд, она подтверждает статус директора, и вот её зарплата последняя 47 тысяч 455 рублей, да, чтобы, да, вот давайте я тут, видите, тут сумма списания через заказы идёт, а контрактизация у неё, видите, ещё нолики, ещё не открыта, да, то есть таким образом у Катерины уже на счету накопилось 90 тысяч, да, как вы видите, прирост у Катерины, да, то есть вот она начала свой путь 28-го, 11-го, вот она столько каталогов на проекте, да, и получается вот 3, 6, 9, 9, 12, 2 раза по 15, много-много раз по 19, и вот сейчас она уже на 23, и 4 941 балл, вот ей как раз не хватило 60 баллов всего лишь до уровня старшего директора, но зарплата уже, как вы видите, в разы выше, в разы выше, тут 28 тысяч, да, как вы видите, за 3 тысячи баллов было 28 тысяч зарплата, а за 4 900 баллов у Катерины уже 47 тысяч зарплата, да, вот это вот, конечно, круто, да, я считаю, что это очень круто, да, видно, да, было всем видно, давайте я вернусь на презентацию, вот, да-да-да, классно, поэтому самое главное, что я вам хотела показать и забыла, да, это как строить веточки, да, потому что у нас почему-то многие, так, минутку, вот, многие лидеры почему-то строят очень длинные цепочки, эти цепочки, они вообще ни к чему, какие у нас правила построения, да, на проекте, вы приходите, 3 регистрации, вы вливаете в свою первую веточку активированные, а потом вы сразу же открываете свою вторую или третью, смотря сколько у вас регистраций в день, смотря чему вы научились, да, если вы одновременно развиваете и бренд, и работаете путем сообщений через личные сообщения, также вы работаете методом без спама, когда вы пишете в различные группы по работе предложения, да, что-то типа пассивного рекрутинга, да, то у вас все равно одна регистрация в день со всего, с этого должна быть, если вы серьезно к этому, конечно же, относитесь, и вот сейчас давайте мы пройдем в личный кабинет, моя структура, так, вот моя структура, вот, и детальный обзор по всем консультантам структуры, просто посмотрим первую линию, первую линию, да, вот сейчас это, только каталог начался, понятно, у нее сейчас мало, и возьмем с вами 15-ю компанию, и нажимаем применить фильтры, смотрите, мы для того, чтобы Катерина хорошо зарабатывала, мы смотрим, чтобы у нее веточки примерно были одинаковыми, да, ну, понятно, что первая веточка, куда вливала Катерина регистрация, она всегда выскакивает вперед, да, то есть вот по этой веточке Катерина получила не по 23%, а по 4%, да, как считать, если маркетинг план, то 23% минус 19 равно 4, да, вот, вот, далее, значит, тот Катерина уже получила, вот, хорошие выплаты, да, то есть у Катерины 4 веточки и 3 веточки примерно одинаковые, да, вот, и тут надо полагать, что вот по последней веточке, да, вот, если считать на калькуляторе, да, вот, давайте возьмем, к примеру, вот эту же веточку, да, 593 балла, ой, так, 593 балла, это получается 6%, да, 23, мы вычитаем 6%, у нас с вами получается 17, да, сейчас мы с вами скидываем по 17%, это получается 593 балла, мы умножаем на 60 рублей и умножаем на 0,17, да, и вот с этой веточки, к примеру, Катерина заработала 6000 рублей, да, и вы должны сейчас понимать, что ширина – это ваши выплаты, глубина – это ваша стабильность, да, то есть я вот так всегда считаю вместе с маркетинговой разницей, ну, понятно, что Ибрагимов Эдуард 50 баллов не сделал, и нужно искать, кто сделал 50 баллов, но я сразу же вам посчитала минимум, который она получит с этой веточки, если бы, допустим, Ибрагимов Эдуард сделал бы 50 баллов, да, давайте сейчас посмотрим, 6000, да, вот, потом, значит, получаем второй, да, открываю второй калькулятор, да, а тут уже 9% веточка, да, тут тоже, видите, как бы 0, но все равно посчитаем, да, то есть 23, мы с вами вычитаем 9%, да, у нас с вами получается по 14% с веточки, да, получается маркетинговая разница, да, и это значит, что мы 680 баллов, мы умножаем на 60 и умножаем на 0,14, у нас с вами должно получиться 5700, да, то есть вот смотрите, с двух веточек Катерина уже зарабатывает более 10 тысяч рублей в каталог, да, не считая вот этих двух верхних, вот, что я вам хотела показать, потому что минимально у вас все равно должно быть для хороших выплат, минимально это 3 веточки примерно на одинаковых уровнях, да, понятно, что первая ветка, это ветка наставника, кому повезло, да, мне вот лично не повезло под меня, никто никого не строил, да, то есть мне попалась девушка 17 лет, кто не знает, да, мы историю успеха, и она как бы пропала благополучно практически сразу после регистрации, Николай было невыгодно под меня строить, поэтому я все 20, все 20 дни ветки я отстроила одна, ну, на пару с мужем, то есть семьей мы отстроили, вот, и что получается, да, вот считайте, да, и третья веточка 667, да, ну, примерно тоже 5 тысяч, да, примерно зарплата, да, то есть вот с этих трех веточек Катерина уже 15 тысяч зарабатывает, да, но если учесть, что не все делают 50 баллов, то и получается, что зарплата больше из-за того, что кто-то отдает свою зарплату ей. Так, минутку, потеряла вебинарную комнату, какой кошмар! Нет, наставница на связь не выходит, и, честно сказать, она никогда и не выходила даже на связь, спасибо большое, похорошела, но, честно скажу, мучаюсь сейчас, меня там продуло, и продуло ухо, и все продуло, до сих пор лечусь, да, потому что, когда мы искупались в Кариевском море, нас повезли на катамаране по океану, и ехали мы около часа примерно на этом катамаране, если не больше, там дул сильный ветер, и на следующий день у меня и ухо заложило, и шею свело, в общем, все, все подряд, я сейчас пью таблетки, хожу к врачу, да, да, вот, видите, то есть ширина, девочки, ширина, это ваша выплата, да, и чем больше у вас регистраций, допустим, если у вас одна регистрация в день идет стабильно, да, будем отталкиваться, если вы уже супер профессионалы своего дела, и у вас идет одна регистрация в день, то вы уже можете ввести полноценных три ветки, и вы уже будете получать хорошие выплаты даже на 15%, вы уже можете даже на 15% смело открывать ИП и выводить деньги на расчет, на счет банки, да, да, Костенька, я уже почти выздоровела, поэтому, как бы, тут уже не столь суть важна, я уже практически выздоровела. Итак, вернемся к нашему первому слайду и лиснем с вами дальше, да, смотрите, товарооборот проекта составил 498 056 баллов, это товарооборот всего проекта, мы с вами такие крутые, что мы с вами делаем половину, половину, да, как вы видите, 251 тысяча, мы делаем половину нашего проекта, мы вообще с вами супер-пупер крутые, вот, да, да, ширина это стабильность и звание, поэтому не забывайте о том, что чем больше у вас регистраций в каталог, тем шире вы можете свою структуру вести, да, то есть, если вы будете всех регистрировать под себя в первую линию, то ваши люди могут просто уйти, да, не видя под собой поддержки, сами понимаете, работе через интернет почему не доверять, потому что всякие пирамиды развелись, да, и вы видите, сколько их много этих пирамид, всяких хайпов, всякой чуши, да, вот эти неофициальные, и люди могут не увидеть разницы, да, вот кто не любит вдумываться, да, они могут не увидеть разницы, да, и могут туда сбегать, сюда сбегать, везде сбегать, да, и вот что тут я вам хочу вас предостеречь, да, если ваш новичок долго брошен, там, более каталога, то вы ему не помогаете людьми снизу совсем, то это, конечно, нестабильно, он может уйти, а если вы ему будете помогать, это будет уже стабильность, он уже будет видеть, что у вас получается, значит, и у него получится, да, а есть такие сидяки, ничего не делалки, да, которые активировались и ждут у моря погоды, и вдруг эти сидяки, ничего не делалки, выйдут там на 6%, и вы им сообщите, что здравствуйте, вы на 6%, да, в письменном виде, в письме, и эти сидяки, ничего не делалки, вдруг понимают, что они нифига не делают, а им еще и помогают, о, круто, это не пирамида, я пойду и буду тут работать, понимаете, очень глубоко зарыто вот именно построение в глубину, но если вы будете много под человека строить, и он выйдет на 23, там, когда, к примеру, процент, это я уже вперед вас забегаю, когда вы уже, да, это больше к директорам отношения имеете, то они скажут, ой, ну зачем ты мне столько настроила, я теперь уже все, мне теперь никогда там 2000 баллов не отстроить, я никогда не буду, да, то есть так вот обычно говорят такие люди, которые, они понимают, что такое труд, и что такое ветка 3000 баллов, и как им круто повезло, да, вот недавно мы разговаривали с директором, ну то 100%, не скажу ее фамилию, буквально вчера мы с ней разговаривали, она говорит, вот, Анна, твоя ветка подо мною вот уже целый год, как на 15%, кто ее должен продолжать строить? Я в таком шоке, а как кто должен продолжать строить? Ты директор, ты должна эту ветку строить, ты должна с этой веткой работать? Она мне и говорит, говорит, ну как это так? Это несправедливо, строила-строила, раз строить перестала, да, вот, и вы знаете, мы с ней просто посчитали простую математику, и я очень буду надеяться, что она, ну там было, конечно, вплоть до угроз, что она уйдет, да, что было, очень интересное такое наблюдение, моя веточка под ней вот на 1500 баллов, давайте с вами вместе посчитаем, да, она на 23%, ветка на 1500 баллов, да, то есть она на 15%, эта веточка, 23 минус 15%, это получается по 8%, целый год она получает с 1500 веточки. Кто правильно сейчас посчитает, а сколько зарабатывает в месяц этот лидер с этой веточки, тому будет приз, кто первый посчитает, а я пока найду ручку, кому приз перевести. Кто у нас самый подкованный? Кто у нас самый подкованный? Вот, Лена, раз у твоего директора получается, значит, бери со своего директора. По маркетинговой разнице, по 8%, Оля, по 8%, что мы с вами делаем? 1500, подсказываю, 1500, мы с вами умножаем на 60 рублей и умножаем на 0,08. Лена, почти правильно. Ирина Тихонова, молодец. Ирина Тихонова. Что получается? Вот смотрите, что получается? Лидер ежекаталожно получает по 7200, да, Ириночка умница, по 7200 получает. И умножьте это на 19. Сколько это в год лидер ходит и снимает в банкомат в год денег? Вот за эту ветку, к которой он вообще не причастен, ему просто помогли этой веткой. Молодец, Алла. Так, и Алла. И, конечно же, так получилось, что когда лидер, фамилию не скажу 100%, да, потому что я надеюсь, что она все-таки образумится, она все-таки войдет в это положение, да. И когда лидеры, вот этот лидер сказал, что я уйду от тебя, ты мне мало отстроила, ты мне плохо отстроила, я ей сказала, у меня новички из 69% растут сами. А ты директор, и ты просишь, чтобы от тебя регистрировали. Говорю, как-то вот это, говорю, совсем не то. Тогда, говорю, давай, хорошо, я сделаю эту ветку 23%, но 9000 будешь переводить мне ты наличным платежом, каждый каталог за эту ветку. Понимаете? И когда мы с ней об этом поговорили, она походу поняла, что она просто так получает деньги, не работая с этой веткой, еще и ругается на меня, да. Хотели бы вы такую ветку в подарок? Да, то есть, что получается, да, и вот как бы иногда лидеры, вы знаете, сами не понимают, что они приобретают на нашем проекте, когда идет готовая система роста, да. Вы представьте, кто-то ее разработал и вам дал просто так, вам не надо ничего покупать. Вот сколько в интернете всего продается, мы это даем просто так, потому что ваш рост, это наш рост, как это мы будем это продавать, боже упаси, да. Да, лендинг дается просто так, автообзвон по вашим людям делается просто так, авторассылка, которая стоит не один десяток тысяч, да, делается просто так, да. То есть, вебинары, на которые ходят ваши новички, пока вы не умеете сами их проводить, ведутся тоже просто так, да. И вот вы знаете, у меня такое чувство, что мы до такой степени привыкли это делать, что новички, которые к нам приходят уже, это перестали ценить. Скажите, вы понимаете, сколько всего для вас сделает проект? Или это просто единичный случай вот с тем директором, который это не понял и начал реально как бы ругаться? Вы цените то, что вам дает проект? Вы понимаете, вот масштабность того, что вот мы на самом деле стараемся, чтобы каждый новичок смог качественно стартануть в интернете работать? Понимаете, да? Ну что ж, тогда хорошо, вот такой вот у нас был пример, да, Ирина Тихонова, Алла Гасанова получит от меня призы, денежные призы на номер свой, ждите, только уже после вебинара или может быть даже завтра. Да, вы знаете, когда лидер приходит на все готовое, он почему-то думает, что это просто так откуда-то берется, так вот нет, это мы сидим вручную и делаем. Это делает Ольга Дубяга, да, это делает Оля Пегнина, да, то есть это делают директора проекта Коля, Таня Сафронова, Коля Андрейко и я с Антоном Коном. Это все мы делаем вручную реально для вас, чтобы у вас все получалось. И мы очень надеемся, что вы будете этим пользоваться, а не просто знать, что это когда-то можно взять, а вдруг мало ли что. Пользуйтесь этим с первых дней, чтобы у вас все было здорово, чтобы у вас все было классно. И вы знаете, я вам хочу сейчас сказать, что большинство драгоценных директоров на нашем проекте не получили ни одной регистрации от своего наставника и сделали свои структуры сами. Давайте приведу в пример. Допустим, серебряный директор Аня Атамазь, ни одной регистрации она от меня не получила и она стала сама серебряным директором. А Рубиновый директор Снежана Лоскутова, ни одной регистрации и она стала директором, понимаете. Очень, понимаете, очень много людей у нас на проекте, которые вообще вот, вот сейчас у нас в структуре вот, да, случилась беда, да, Татьяна Коркина у нас ушла из жизни директор, да, очень хорошая. Вы понимаете, она не строила людей ни под кого, и вот у нее девчонки сейчас, они открывают директоров, они такие умнички, они такие красавицы, они растут сами. Они вообще остались без наставника. И я вижу в их структуре рост, и я вижу в их структуре новые звания, и я вижу, что они полностью заменили Таню, да, и полностью растут и развиваются. Да, вот новое звание директорское, да, которое, я сейчас поздравлю, это как раз из структуры, да, как раз из той структуры, да. Ну, она долго болела и все-таки в итоге ушла из жизни, да, то есть она долго боролась, несколько лет, вот. Да, то есть как бы, да, да. Вот, и знаете, директора прям отлично работают, прям замечательно, они восстались вообще без наставника. Какое там построение, они растут, они развиваются, я вижу, как они растут, какие они молодцы, да, то есть вот. И мне они пишут, я не знаю, дай бог, если мне директора раз в месяц что-то напишут, я вообще удивляюсь, они полностью живут на готовой системе роста, да. Вот, и как бы это тоже круто, и это нужно понимать, какие-то сильные лидеры, какие-то сильные люди. Вот, далее, смотрите, что вам хочется сказать, не бойтесь упасть, это может быть перед падением, да, каким-то вот, как даже вам сказать, это может быть перед падением, каким-то крутым стартом, да, после падения. Вот, смотрите, групповой объем баллы, видно всем, поставьте плюсики, минусики, видно слайд, что-то у меня как-то мигает, я не пойму, видно, не видно. Да, вижу плюсики, да, и смотрите, ГО баллы, компания 13, 214 тысяч баллов, да, компания 14, 183, да, и мы сидим и думаем, боже мой, да, то есть все директора в шоке, было падение двухнедельный каталог, но как-то все засуча рукава, его так хорошо отработали, также всех оповещали, никто не прекратил свой рекрутинг, и по идее за этот двухнедельный каталог структура по регистрациям сделала прирост, да, и вот этот прирост по регистрациям выдал ошеломительный прирост по итогу 15-го периода, понимаете, как отрабатываются двухнедельные каталоги, да, то есть не прекращая рекрутировать, можно сделать ошеломительный скачок по росту на следующий каталог, видите, как круто, да, то есть и получается, что вот у нас с вами по отношению к 13-му периоду как раз получилось 40 с лишним тысяч прироста за 15-й период, да, то есть если не брать вот этот вот, грубо говоря, провальный каталог, который мы работали и не прекращали работать, работали за суча рукава, да, то есть и у нас с вами получилось, что мы реально очень хорошо выбились вперед, почему, потому что, ну, это всегда так бывает, да, то есть все равно вот эта неделя, которой не хватает, она чувствуется, но если лидер умеет приводить по одной регистрации в день свою структуру, да, и, допустим, лидеры в структурах, да, вот, допустим, 21 директорская ветка, и в каждой директорской ветке есть огромное уже количество лидеров, так как это директорские уже ветки, да, и они все стараются по одной регистрации в день в свою структуру приводить, да, И вот эти 14 дней, с одной стороны, кому-то кажется, ой, двухнедельный каталог, но с другой стороны, на следующий период можно так выстрелить, если не прекращать работать двухнедельный каталог, что прямо голова закружится потом от роста и от новых званий, понимаете? Вот такой вот прирост был шикарный. Да, то есть новичков по проекту у нас с вами пришло 6538, и мы с вами сделали прирост по новичкам, минутку, а мы с вами сделали прирост по новичкам, так, 2800 человек, да, то есть чуть меньше половины мы с вами сделали прирост. Я думаю, что это тоже круто, да, вы сейчас понимаете, как это прям невероятно, да, то есть у нас с вами более 100 регистраций ежедневно, да, вот структура проходит. Далее, о чем мы с вами поговорим, это наши новички с открытыми новыми уровнями. Конечно же, Валю Щенникову поздравляем с новым топ-лидером. Что хочется сказать? Хочется в пример вам привести именно Валентину. Почему? Валентину и Марину Банман я буду хвалить, потому что, смотрите, когда Валентина приехала на нашу мини-ассамблею, и мы рассказали конкурс о Турции, да, она тут же, понимаете, тут же, вот еще мероприятие не закончилось, она пошла звонить своим лидерам и говорить, девочки, едем в Турцию, вот такие условия, вот это надо сделать, давайте быстрее, давайте скорее. Она до такой степени сполошила свою структуру этой поездкой, что у нее в этом периоде несколько новых топ-лидеров открылось, понимаете? То есть человек на 100% отработал возможности этой акции. И я уверена, что Валентина не только одна поедет, да, вот в эту вот Турцию, она привезет с собой минимально человек 5-6-7 со своей структуры, которые у нее откроются только потому, что она очень хорошо отработала акцию, и лидеры поняли, они растут, их доходы увеличиваются, да, все мы с вами видели настоящие доходы простых директоров, да, доходы старших директоров, почти старших директоров, да, мы с вами видели, как нужно строить, да, но одно дело, когда вы зарабатываете, да, и потом тратите эти деньги на отдых, а другое дело, когда вы зарабатываете, ездите отдыхать вдобавок еще и ко всему бесплатно, да, я думаю, это тоже очень-очень заманчиво, поэтому растите, и мы вас всех ждем очень-очень в Турции. Итак, Светлана Бурехина, поздравляем с 12%, поздравляем, Светлана вошла в чат топ-лидеров у нас с вами, да, то есть и сейчас Светлана разбирается с первыми шагами, как быть топ-лидером, как вести планерки своей структуры и так далее, и так далее, Светлана у нас обучается. Далее, Алена Кокурина, да, то есть открылась у нас тоже умница-красавица, ждем Аленочку обязательно в Турции. Татьяна Куснудинова, что хочу сказать, пришел лидер к нам сама, сама все разбирается, минимум вопросов, такая самостоятельная, такая классная, Танюша у нас, ну, вообще, такой позитивный человечек, и она очень такая добрая и милая, мне она очень нравится, мне с ней очень нравится работать, как с бизнес-партнером, да, вот, умница, да, Ольга Лапина, да, все мы с вами, ваш лидер, да, молодец, да, очень хорошая девчонка, позитивная Танюшка, да, Оля Лапина, у нас с ней тоже очень интересная история, когда-то так получилось, что Оля с 12% упала на 6, упала на 6, и вот вы знаете, кто-то после падения сдается и идет по найму, да, а Оля, она написала мне, Аня, я упала, но я хочу роста, помоги мне, пожалуйста, и вот мы с ней начали плотно работать, я не знаю, созвонились мы, ну, дай Бог, раз 10 за это все время, просто Оля, она очень трудолюбивая девочка, и она начала, у нее за этот период было очень много сложностей, и компьютер сломался, она работала с телефона, и картинки у нее спамились, и странички у нее блокировались, и группу она создала, ее заблокировали, она неустанно шла, 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 и вот смотрите, она уже переросла тот уровень, с которого упала, Олечка, низкий тебе поклон за веру в нас, за веру в проект, за то, что ты после падения смогла встать и перерасти тот уровень, с которого упала, поэтому с Олей у нас очень такая интересная получилась история, и слава Богу, что Оля нам доверилась, потому что есть люди почему-то, которые не всегда доверяют, да, старшие вице-директора, это уже 19%, но это уже 100%, Татьяна и Юрия сезоновые, сезоновые, тут ошибка, прошу прощения, ошибка в фамилии, мы обязательно переделаем слайд, а Олечка, ты тут, да, вот Олечка пишет, да, вот, и вы знаете, они тоже очень быстро растут, тоже великолепно растут, но 19% это уже 99% вероятности, что в Турцию мы их уже дождемся. Старший директор Вероника Якушева, да, то есть родился, родится скоро новый директор у Танюши Сафроновой, ой, простите, у Танюши, ой, забыла-забыла фамилию, директор у нас Серебряный из Белоруссии, Таня Русакова, которой я вот поеду завтра как раз, да, то есть Вероника Якушева, Беларусь, поэтому тоже уже 99% вероятности, что Вероника едет в Турцию, потому что ей всех легче, ей чуть-чуть осталось. Ирина и Игорь Фроловы, тоже уже одна ступенька, молодцы. И вот, кстати, Антонина Камоликова, тоже одна ступенька. Антонина, ждем тебя, дорогая наша, обязательно в Турции, да, тоже новое звание, да, и директор Марина Банман открылась. По итогам прошлого каталога, вот я вам хочу сказать, она сработала на другую акцию, но на акцию конкурс 3D Faberlic, да. Да, Антонина умница у нас, да, 3D Faberlic, она очень хорошо по своей структуре акцию отработала, да, и вот бы, Марина, тебе еще совместить эту акцию именно с Турцией. Наверное, ты вообще бы была в шоке от своего роста сама. Почему? Потому что, когда Марина выиграла iPhone 7, она поверила, что акция 3D Faberlic работает, и пошла по своим, ага, уже 3 по 100 девочек в победителях, смотрите, и пошла по своей структуре рассказывать про это 3D, говорить, что там дарят iPhone и так далее, и так далее. И вот вы представляете, ее девочки тоже начали побеждать в этих конкурсах 3D Faberlic, причем еще главный приз будет разыгрываться iPhone 7, он каждую неделю разыгрывается. Да, держим кулачки. Что получается? Валентина Щенникова очень хорошо сделала прирост, потому что она хорошо донесла акцию про Турцию, да. Марина Банман со своей командой писала всем делай заказ и размещай пост. Молодец, молодец. Да, то есть и Марина Банман донесла акцию 3D Faberlic до своих, и смотрите, уже 4 победителя буквально за 2 недели, я так понимаю, да, Марин, вот конкурс 3D Faberlic, почитайте про него, он только в России, кстати, идет, в других странах тоже будет, но не знаю когда, но сказали, что будет точно. Это руководство Faberlic сказала. Да, то есть смотрите, кто как отрабатывает акции, результаты есть, да, но отрабатывая Турцию, вы приобретете очень хороший рост. Отрабатывая акцию 3D Faberlic, вы приобретете в своей структуре позитив, да, потому что 3D Faberlic, она очень легкая, а вот мой рост нужно, а вот о Турции нужно кричать прямо сейчас. Вы сами понимаете, что 7 каталогов на открытие, это очень мало. За 7 каталогов нужно открыть 3000 баллов. Да, у нас очень много таких звезд, которые за 7 каталогов открывают, но вот представьте, одного каталога не хватит. Мне кажется, что все равно нужно сейчас вот эти вот два каталога отрабатывать эту акцию. Я не смог закачать эту 3D. Ну, Костя, пробуй как-нибудь, может быть, что-то с телефоном, не знаю. Я ее сама, если честно, не закачивала, я бы, конечно, могла бы весь интернет запастить, но я думаю, что пусть моя команда ваши айфоны выигрывает, а у меня айфон уже есть. Да, я даже туда и не полезла, потому что, ну, хочется, чтобы моим побольше досталось. Конечно, в соцсети завалить умеете это легко, но я думаю, пусть лучше девочкам. Да, поэтому отрабатывайте Турцию, отрабатывайте по полной, потому что все новички, которые к нам присоединяются, да, вот представьте, 2000 человек пришло, да, к нам в структуру Кононовых за каталог 2400, да, по-моему, или сколько, я уже забыла. Вот, это получается, да пусть они выигрывают все эти путевки, у них у всех есть шанс. А вот те, кто придут к вам через 3-4 каталога, им уже будет очень сложно выполнить условия на Турцию, поэтому вам надо всем своим лидерам кричать на всех своих планерках прямо сейчас и самим стараться выполнять эту квалификацию и другим помочь рассчитаться, ее выполнить, да. То есть смотрим, да, нужно сделать, допустим, если вы на нуле, прирост 3000 баллов. Что такое 3000 баллов, да, какой средний заказ у человека, да. Средний заказ у человека примерно 30 баллов, да, вот мы смотрели 20-30 баллов. Сколько вам надо людей зарегистрировать, чтобы эти баллы у вас были, да. То есть 3000 баллов вы делите на 20 баллов. Какое количество людей получается, да. То есть старайтесь это количество людей найти, чтобы открыться вовремя и подтвердиться вовремя, да. Вот, ну, конечно, те, кто на 19%, на 15%, да, то есть на 9%, им всем проще, им всем проще, потому что уже все равно 9, допустим, процентов, это уже 600 баллов. Это им надо сделать прирост не 3000, да, баллов, а 2400, да, это уже поменьше, да. Ну, а 19% лидеры, я не знаю, я посмеюсь над теми, кто не выполнит засловия, вот ей-богу, да. Буду держать кулачки за вас и за свою структуру, Костенька, да, за свою структуру держи кулачки, пусть они у тебя едут обязательно. Да, Костя, вот иди в конкурс iPhone, пусть тебе iPhone принесут. Да, ну и, конечно, новый директор, классный, позитивный директор, это Галина Черкасова. Виделись с ней на мини-ассамблее в Москве, очень такая положительная, симпатичная, ухоженная женщина, приятная. Так мы с ней пообщались, так хорошо, ну, особо много поговорить нам не удалось, потому что мы везде бегали, 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 все организовывали. Если честно, да, у нас не было время сесть и пообщаться нормально, но я надеюсь, что мы еще в Москву приедем. Наш новый статус, старший международный директор, 21 веточка в первой линии. Будем надеяться, что веточки начнут толстеть, потому что мы уже знаем, как идти по уровню, сняли для вас курс от АДАЯ, как идти по уровню. И, да, как бы по три уровня в год как закрывать, да, вы уже знаете, дорогие наши. Пожалуйста, обучайтесь, растите, повторяйте нас. Что-то непонятно, посмотрели первое видео, что-то непонятно, смотрите, пересмотрите или задайте вопрос нам, мы позвоним. Да, самое главное, если вы готовы к большим вершинам, к большим деньгам, то вот этот курс от АДАЯ именно для вас, именно для вас я его отсняла, ничего не утаивая. Вот как я начинала, так же прошу начать и вас, и проявить терпение, проявить терпение. Вот, и все получится обязательно. Вот, и так, конечно, у нас с вами есть закрытые директорские квалификации. Это Танюша Русакова получила бонус, если взять российские мерки, то 110 тысяч рублей за подтверждение директора. И вот сейчас она в субботу будет получать чек на сцене, ей будут аплодировать, да, то есть и так далее. То есть она еще получит чек на сцене и золотой значок с уровня. Ну, давай, Зоечка, давай. Да, то есть с уровня золото, подтвержденного серебряного директора уже дарятся золотые значки. ФЛ, ФЛ, вот, и поэтому, конечно, Танюша получит свое первое золото от компании. Вот, далее, конечно же, хочется вам сказать за такой шеломительный прирост, от которого я сама в шоке, я думаю, в шоке и вы, потому что это очень круто, это очень много, да, то есть обязательно вас всех поздравляю с подтвержденными званиями, с открытыми новыми, со статусами ВИП, да. Вы видели в начале поздравительный ролик, который я посылала. Это просто уже не перечитать вручную, сколько у нас с вами новых крутых ВИП-консультантов, да. Все молодцы, вы на самом деле хорошо потрудились и низкий вам поклон за то, что вы так прям дружно в наше отсутствие сделали такой феноменальный прирост. Конечно же, браво, бурные аплодисменты, низкий вам поклон, и вы знаете, я верю в каждого из вас, реально в каждого из вас, что все у нас с вами получится. Вот, и мы уже с вами подходим к концу, остается только разыграться, да. У нас с вами как раз-таки новый конкурс «Мой рост», о котором почему-то все забыли, да, и участников всего лишь 6 человек, да. Вот я смотрю, у нас сейчас 73 человека на вебинаре. Кто еще не отвечал на данный вопрос? Объясните мне, пожалуйста, почему вы не стали участвовать в этом конкурсе? Кто не знал, кто забыл, кто не успел, да. А что еще? Что еще? Какая причина? Может быть, нам его с вами снять или все-таки оставить? Давайте еще на каталог оставим. Не знала, да, то есть участвуют все лидеры от 3%. Оставить, да, пока. Невезучий вот и не стал. Это, говорит, человек, который недавно в активном росте выиграл карточки. Галиночка, да. Ой, Галина, ты на вебинаре, да. Ирина забыла. Ирина, у тебя хороший прирост. Оставить, да. Ну, давайте оставим. Вот, Костя, ты со своей невезучестью скоро все призы выиграешь. Потому что выигрываешь ты реально часто. Вот, ну что ж. Значит, какой конкурс? Вы снимаете в видео, да. Снимаете в видео. Самое главное, чтобы оно не сильно фонило. Если вы прошиваете музыкой, чтобы ваши слова было слышно, да. Случайность. Ну, давайте, буду оставлять, да. Значит, обязательно представьтесь, кто вы, в каком вы статусе. Если вы, допустим, 6%, то вы так и пишете, что вы старший консультант 6%. Да, то есть говорите, ну и, конечно, пишите, если хотите написать, да. Представляем проект, в каком проекте вы находитесь, да. Конечно же, обязательно хвалим свою команду. У 6, допустим, процентных лидеров уже есть, может быть, вип-консультанты. И, конечно же, есть люди в звании от 3% и выше. И они, извините, не выше. Ну, может быть, вы на 6% и под вами тоже есть лидеры на 6%. Их тоже можно поздравить, да. И у вас уже есть, кого поздравлять. Это минимум, я так понимаю, 2-3-4 человек у вас уже будут на поздравления, да. Далее, значит, рассказываем про количество регистраций, которое пришло в вашу структуру обязательно. Сколько к вам пришло человек, да. Балловый прирост. Если его нет, можно этот факт, как даже сказать, упустить, да. Почему? Потому что, вот, допустим, 2-х недельный каталог, как вы видите, у нас был балловый спад, но количество регистраций было очень много и на том же уровне, что и в 3-х недельный период, допустим, да. А одинаковое количество регистраций было. И понятно, что прирост все равно по людям, да, и по активационным заказам, и балловый прирост, он все равно был, просто одной недельки не хватило, поняли, да. Поэтому вы можете и в 2-х недельной каталоге рассказывать о количестве людей, которые к вам пришли обязательно, да, можете рассказывать, можете обязательно, вообще-то не можете, обязательно выкладывайте на YouTube и посылайте мне в Skype. Я вас добавляю в плейлист «Мой рост 2», да, то есть «Мой рост 1» только что мы с вами закрыли. И участвуем в денежном розыгрыше через генератор чисел. То есть, какой бы вы ролик крутой не сняли, победителей выбирает генератор, а не я. Поэтому это сделано специально, чтобы никто не обиделся, но чтобы вы научились быть видеографами своего канала YouTube, чтобы ваши новички видели, что у вас есть результаты. Этим видео вы убиваете 3 зайца. Во-первых, вы учитесь снимать ролики и выкладывать их на YouTube, вы будете совершенствоваться, они у вас будут все более качественными, да. Во-вторых, ваша команда будет видеть, что вы растете, что к вам приходят люди, они вам будут больше доверять, больше будет ажиотаж на рост в вашей структуре. И в-третьих, вы участвуете в конкурсе и можете выиграть небольшую, но денежку тоже приятно. Согласны? Вот у Лены уже один ВИП-консультант есть, да. И 6% есть, да. Согласны со мной? Будем участвовать, да. Так, розыгрыш по скринам мы сократили. Да, вы знаете, изюминку мы оставили, очень много участников. И самый быстрый, правильный ответ мы с вами убрали, потому что тот, кто не был на прошлой планерке, сегодня у меня спрашивали, Аня, по какой теме будут ответы. Поэтому я оставила этот слайд целиком, какой он есть. Будем, да. С Ильей даже рядом не стоим. Вот, у меня есть на YouTube видео по 15 каталогу, мне его на изюминку присылать. Вот, смотрите, что такое изюминка. Изюминка – это конкурс, где вы можете участвовать, если вы в видео сняли какой-либо подарок, какую-то, либо, ну давайте применим сленг халяву, да. То есть вы забрали или подарок по программе Фаберлик Клуб, или вы забрали выгодный продукт, да, по промо-бонусам каким-то, да, или вы забрали выгодный продукт по купонам, или вам, допустим, вы купили журнал Фаберлик Стайл, и вам упала парфюмерная вода или тушь в подарок, да. То есть в изюминке должна быть какая-то изюминка, да, то есть должен быть какой-то приз, какая-то или большая скидка, что-то должно, не просто перечень продукции, да, вот я заказала гель для душа, вот такой он вкусный, да, вот он классно пахнет. Это получится обзор без изюминки. А изюминка, если к этому гелю для душа, к примеру, да, я смогла выбрать по акции Фаберлик Клуб, еще и, как его, крем-мыло для рук, да, а, кстати, это новинки этого периода, да, вот айфон седьмой, это крутое видео на изюминку, сразу тебе скажу, это здорово. Твои люди трое выиграли призы, вот еще, значит, с Марины Банбан 4 видео со структуры, да, то есть, вот, пожалуйста, вот я получила подарок по программе Фаберлик Клуб за 0 рублей, тенге, гривен и так далее, вот, пожалуйста, посмотрите, вот так он пахнет, вот такой он классный и бесплатно, да, то есть, вот, изюминка должна быть в вашем видео, не просто обзор, а изюминка, именно что-то такое, чтобы ваши новички захотели делать у вас заказы по структуре. Так, и так, поедемте с вами дальше. Ага, все, у нас с вами сейчас начнутся розыгрыши, начнутся розыгрыши, и так, смотрим, я запускаю рабочий стол, да, у меня открыта изюминка, у меня открыт мой рост и у меня открыты выплаты лидеров, да, я сейчас, значит, открываю, а также удаляю вот это первое видео, да, первое, то есть, извините, да, перезагружаю, гуглю прямо при вас генератор чисел, да, так и пишу, что генератор, генератор чисел, потому что меня позапрошлую планерку попросили вручную при вас искать все, ищу вручную при вас, да, вот первый попавшийся генератор, да, количество чисел, да, то есть, в изюминке у нас с вами будет 10 призов по тысяче рублей, то есть, 10 тысяч, да, 10 человек. Итак, давайте же с вами начнем разыгрываться. Так, тадам-тадам, значит, у нас с вами в изюминке, в этом каталоге участвуют 36 авторов видео, да, то есть, 36, количество чисел 10, диапазон от 1, нет, давайте от 0, наверное, до 36, или 1, 1 ику ставить или не ставить, какой-то странный генератор. Девочки, кто-нибудь пользовался таким? Там есть повторы, да, сейчас уберу, да, сейчас уберу, так, упорядочить по возрастанию, разделить пробел, исключить повторы. И вот есть галочка «Исключить повторы», девочки, все хорошо. А, повторы в видео, что ли, одинаковые? Так, 15, 14. А какие, под каким номером повторы в видео, девчонки? Я сейчас даже сомневаюсь, что я... А, в скринах повторы, да, я вроде бы все смотрела. Да вы что, серьезно, в скринах повторы? Я вроде бы все смотрела, не было повторов. А много, девчонки, повторов, что сейчас время не терять смотреть? Я вроде бы все шерстила, удаляла, откуда повторы взялись. Наверное, вот что-то где-то вот успели за эту ночь наповторять, скорее всего. Так, Елена Козина, Лапина, Маргарита, Розеля, Елена, Олька, Нелли, Олька. А, девчонки, вроде бы нету, я смотрела. Мария. Вроде бы, вроде бы как нет. Или где повторы, скажите мне. А, ты подписала. Но если что, повтор, если выиграть, то переиграем. Ладно, давайте сейчас не буду на это просто время терять. Ага, ну так что, ладно, переиграем тогда. Итак, смотрим, генератор чисел. Я-то думала, вы про генератор говорите, что повторы. Я растерялась, думаю, как это повторы в генераторе. Ну что ж, давайте от 0 до 36. Количество победителей у нас с вами 10. И разделяем пробелом и исключаем повторы. Ну все, давайте, нажимаю сгенерировать, да. То есть, у нас с вами 6, 10, 12. Все уже, наверное, смотрят. Они там есть, они там нету. 23. Так, 27, 29, 32, 34. Ну что ж, пойдемте. Я самую последнюю, наверное, узнаю. Так, номер 6. Номер 6 выиграла Анастасия Кухаренко. Анастасия Кухаренко. Так. Так, это у нас изюминка. Минуточку. Так, изюминка Анастасия Кухаренко. Номер 10 у нас выиграла Екатерина Третьякова. Первый раз выигрывает, молодец. Кухаренко тоже первый раз выигрывает, молодец. Так, 12. Любовь Хутная. Беларусь выиграла, отлично. Так, 13. Ортопедическая подушка. Ольга Дерябина. Оля, поздравляю тебя. Знаю, что ты есть на вебинаре, молодец. Так, далее. 16. Екатерина. Нет. 16. Наташа Сидорчук. Молодец, Наташечка. Выиграла. Так, 23. 23. Ищем. Веселова Валентина. Валентина Умница. Выиграла. Это, кстати, директор. Видите, участвует в конкурсе. Молодец. Находит время. Хотя у директора большая структура, но Валентина нашла время. И в акции «Мой рост» поучаствовать. И в акции «Изюминка» успела поучаствовать. 27. Наталья Хащина. Умница. 29. Татьяна Коснудинова. Молодец. Да? Наш новоиспеченный топ-лидер. А так. 32. Опять Наташа Сидорчук. Наташа Сидорчук забрала. 2. 3 подарка Наташа забрала. Молодец. Прям умница. Да? Наташ, рада? Я знаю, что ты есть на планерке. Молодцы. Поздравляю всех победителей. Умницы, красавицы. Супер, супер, супер. Ну, и сейчас я вам хочу сказать, что мой рост тут генератор бесполезен. Всем просто по 1000 рублей я дарю. Значит, участвовала Оля Дерябина, веселого Валентина, Оля Дубяга. Опять-таки, Оля Дерябина. Она выгрузила 2 ролика за 2 разных моих ростов. Татьяна Коснудинова получает второй приз. И Галина Черкасова. Молодцы. Умницы, красавицы. Просто великолепно. То есть, я вас всех поздравляю с победой. То есть, тут уже как бы по идее я пропустила один каталог с розыгрышами. Да, и я хотела 10 тоже между 10 разыграть 10. Но, как вы видите, людей меньше накопилось. Поэтому мой рост. Мой рост просто всем по призу. Поэтому все победили, в общем. Да, то есть, в следующий раз мы с вами 5 человек сыграем. Да. И выплаты лидеров. Давайте сейчас с вами посмотрим. Вскрины 52 и 54. Да, Ир? Ну, сейчас давайте посмотрим. 52 и 54. Так, это 66 уже. Не грузится. Так, 54 у нас. Ага, Ирина Савватеева. Может быть, так. Ага, 331, 95. Так, и 52. Да, да, вижу, что повтор. Угу, спасибо. Может быть, я даже, смотрите, 23 октября. Да, а я смотрела вчера и почему-то не заметила. Спасибо большое. Так, удаляю при вас. При вас все хорошо, все удаляю. Вот. Далее, значит, смотрим. Значит, у нас с вами ровно 100 фотографий. Теперь все в порядке, да? Да, победила дружба, Галин. Все верно, дружба победила. Итак, давайте смотрим. 100 человек, 100 скринов. И так как мы с вами один конкурс пропустили из-за поездки в Доминикану, я сейчас разыграю не полторы между тремя, а три между шестью людьми, да? Чтоб никому обидно не было. Так, сейчас минуточку скрины. Вот, значит, так. Давайте смотреть. Генератор. Значит, от нуля до 100. Количество победителей будет 6. Упорядочить. Так, пробел сгенерировать. Все, генерируем. Значит, 20, 33, 59, 65, 91, 98. Давайте посмотрим, кто у нас там есть. Так, 20. Наверное, вот отсюда начнем смотреть. Так, так, так. 13, 13, 15, 19, 20. 20. Оля Лапина, молодец. Поздравляю тебя. Выиграла, да? Ага, значит, Оля Лапина. Так, следующее. Так, у нас с вами 33. Так, 33 выиграла. Ага, так. Сидоренко Людмила Ивановна. Сиренко Людмила Ивановна. Итак, первый раз Людмила у меня выигрывает. Первый раз она участвовала. Вообще умница, что поучаствовала. Сейчас я запишу ее рекномер, потому что реально первый раз. Так, 580, 136. Молодцы. Далее у нас с вами идет 59. Ну-ка, кто у нас там, кто у нас там. Так, Богдашкина Юлия Васильева. Тоже, кстати, первый раз выигрывает. Здорово. Здорово, классно. Молодец. И номер 65. Так, перелистала. Так, Шереметьева Юля второй раз выигрывает. Юлю, поздравляю. Умница. И номер 91. Смотрим с вами. Очень далеко раскидал генератор, да? Ну что ж, листаем. Зависла, да? 78. Ждем. Так, это у нас Михайлова Мальвина Константиновна. Тоже первый раз выигрывает. Молодец, Мальвина. Поздравляем. И 98. Последний победитель. Все уже, наверное, посмотрели. Да, ой, ой, ой. 98. Это Калядина Анастасия Сергеевна. Молодец. Настя, тоже поздравляем. Ну что ж, девчонки, все молодцы, кто участвовал. Все умницы-красавицы. Я вас всех поздравляю. Все, я думаю, хорошо. Здорово. Оля, ты вообще огромная умница. Везде участвуешь. Умница прям вообще здорово. Прям умницы все. Анюта Аливанова. Давай, участвуй уже в призах, потому что ты за всех только радуешься. Что-то я тебя в участии не видела. Давай, участвуй везде и всюду. Снимай ролики, учись. Власти все на YouTube. Конкурсы отличные. Конкурсы хорошие. Конкурсы для вашего саморазвития. Не просто выиграть денежку, а еще и для вашего саморазвития. Да, поэтому развивайтесь, выигрывайте. Ага, Мальвина на вебинаре. Отлично, здорово. Ага, вот Мальвина первый раз удачу, наверное, попытала. Да, и сразу выиграла. Здорово. Ну что ж, молодцы. Поздравляю вас. Ну и давайте вернемся с вами к презентации. Да, то есть я очень-очень всех победителей прошу мне выслать в Skype ваши фотографии. И желательно сегодня Skype. Смотрите, мой Skype наверху, логин Skype. Анна 198, 5 троечек. Видите мой Skype? Вот, обязательно меня авторизуйте и вышлите мне, пожалуйста, фотографию. Вот, и подпишите, по какому розыгрышу вы выиграли. Потому что у нас с вами выиграло в этот раз, так, 16 человек. Да, 16. Ну, в общем, очень более 20 человек выиграло. Я боюсь нечаянно не с тем поздравить. Да, ну, конечно, у меня все записано. Костя, давно уже пора начать участвовать. Невезучий ты ваш. Ну что ж, сердечно спасибо вам за внимание. Опять полтора часа планерочка продлилась. Но я думаю, что она была не так уж и тяжела для вас, да. Сегодня думать я вас практически не заставила. Мы с вами просто праздновали, праздновали наш обалденный прирост. Да, давайте все вверх, все вперед. Обязательно каждый лидер, уважающий себя лидер, должен провести планерку по Турции. Рассказать, что такое прирост. 2000 баллов, 1000, 3000, да. То есть изучите условия и донесите до своих лидеров конкурсы. Все конкурсы. И 3D Faberlic донесите. А вдруг ваш лидер выиграет iPhone, да, как Марина Банман. Донесите обязательно Турцию, чтобы у вас все получилось. Чтобы у вас все было хорошо. Давай-давай, Костя, участвуй. Буду тебя заставлять, значит. Заставляю тебя участвовать, чтобы везде участвовал. Давай, чтобы все у тебя получилось. Ну что ж, всем пока-пока. И помните всегда, что у нас на проекте есть очень много новичков, которые стесняются задать вопрос директорам. Да, и так получается, что директора не знают, что этим новичкам нужна помощь. И наша сейчас, как даже сказать, миссия, как наставников, не забывать писать своим людям и спрашивать, если у вас какие-то вопросы, чем я могу вам быть полезной, и так далее, и так далее. Нужно обязательно все время шерстить свою структуру, почты, рекномера и так далее, проверять. Может быть, новичок один в плавании находится, не знает, кто бы его мог направить, а вы ищете лидера в интернете, не зная, что у вас в структуре есть отличный лидер, которого просто нужно немножечко уделить внимание, и все будет хорошо. Поэтому знайте, что ваши директора всегда с вами рядом, не забывайте писать им свои вопросы. И, конечно же, директора, не забывайте писать письма своим людям, чтобы они знали, что вы рядом, чтобы они знали, как к вам обратиться. Обязательно в письмах вставляйте ссылочки на свои соцсети, на Viber, WhatsApp, Telegram, на все, что у вас есть, все вставляйте, везде вставляйте, чтобы вас было легко найти, к вам было легко обратиться. А я с вами прощаюсь, желаю вам такого же обалденного прироста, желаю отлично подтвердиться и подрасти в двухнедельный каталог. Вы теперь знаете, что для этого нужно делать. Только вверх, только вперед. Спасибо вам. Кто в скринах выиграл? Скрины номер 20, 33, 59, 65, 91 и 98. Да, и еще будет запись. Еще будет запись. Да, ну что ж, все, останавливай запись.